добрый день друзья все знают кто такой робинзон круза и какие приключения выпали на его долю принято считать что его история практически списана с судьбы реального человека а ведь история знает еще немало случаев когда люди в одиночестве попадали на необитаемые острова и все оказывалось гораздо прозаичнее нежели в приключенческом романе представляем вашему вниманию самые интересные истории реальных людей которые волею судеб оказались робин зонами рекордсменом среди робин зонов считается джереми бипс который прожил в одиночестве 74 года в 1911 году во время урагана в южной части тихого океана затонула английская шхуна прекрасное блаженство добраться к берегу и спастись на необитаемом острове посчастливилось только 14-летнему юнги джереми бипсу мальчика в прямом смысле спасла литература он очень любил и знал наизусть роман даниэля дефо робинзон круза бипс стал вести деревянный календарь построил хижину научился охотиться ел фрукты и пил кокосовое молоко пока он жил на острове в мире произошло две мировые войны была создана атомная бомба и персональный компьютер и только в 1985 году когда мужчина достиг 88-летнего возраста экипаж немецкого судна неожиданно обнаружил его и доставил на родину русским робинзоном круза называют дворянина и гусара сергея петровича лисицына который из-за своего крутого нрава оказался на берегу охотского моря в 1847 году лисицын находился на судне державшим курс на аляску лисицын поссорился с капитаном и тот высадил его на берег дав с собой в придачу одежду спички принадлежности для письма еду и пару пистолетов если в знаменитом романе робинзон круза оказывается на тропическом острове то в этом случае дело происходило в гораздо более холодном климате семь месяцев горе гусар пробыл в одиночестве после очередного шторма он обнаружил на берегу лежащего человека спасенный представился василием и рассказал что судно на котором он находился дало течь когда пришла помощь все уплыли а его забыли к радости лисицына на этом судне был крупный и мелкий рогатый скот вскоре русских робинзонов нашли лавры первого известного в истории робинзона принадлежат как ни странно девушки ее звали маргерит де ля рок де роберваль она находилась на корабле который в 1542 году плыл в сторону американского континента за время путешествия маргерит завела роман с одним из попутчиков так как девушка находилась на судне вместе со своим родственником ему это не понравилось и он распорядился высадить обоих на острове демонов неизвестно как долго люди находились там но за это время маргерит родила ребенка который умер от недоедания любовник также скончался и девушка осталась одна позже ее случайно обнаружили и спасли испанские рыбаки об этой истории стало известно королеве испании которая осыпала маргерит богатыми подарками в отличие от знаменитого робинзона круза которого забросила на необитаемый остров волею судьбы японец масса фуми нагасаки сам выбрал этот образ жизни и нисколько не жалеет об этом уже 20 лет назад он добровольно поселился на островке протяженностью в один километр с от оба на ри и живет безумно счастливым человеком находящимся в гармонии с собой и с природой в дневной рацион отшельника входит преимущественно рис сваренные в дождевой воде которую мужчина собирает в многочисленные закупленные горшочки которые располагает по всему острову поскольку масса фуми находится на острове один он редко одевается за исключением когда он выбирается в цивилизованный мир и посещает рынки и магазины дабы закупить необходимые продукты питания и предметы гигиены но как бы ни была трудна жизнь на необитаемом острове современный робинзон не готов променять ее на что-либо другое и свой жизненный путь хочет закончить именно здесь 27 октября 2017 года моряки транспортного корабля в мс сша ашленд спасли дрейфовавшую пять месяцев в тихом океане яхту на борту которые обнаружили двух девушек а также двух собак жительницы гавайев дженнифер аппель и таша фуяба отправились в путешествие на таити во время шторма двигатель их яхты сломался но девушки продолжили плавание надеюсь что вскоре доберутся до суши под парусом яхты ежедневно подавала сигнал бедствия который однако так и не был услышан лишь 24 октября тайваньское рыболовное судно обнаружила девушек в девятистах километрах к югу запада от побережья японии после чего к ним направился ашленд по словам девушек выжить удалось благодаря водоочистителям и более чем годовому запасу еды однако в русском яхтином центре усомнились в этом и считают что это удивительная история похожа на фейк друзья пишите в комментариях а что вы думаете по этому поводу приходилось ли вам попадать казалось бы в безвыходные ситуации и как вы находили выход из нее подписывайтесь на наш канал ставьте лайки поделитесь ссылкой на это видео со своими друзьями если вам понравилось это видео продолжайте смотреть самые удивительные и необычные топы и факты на канале необыкновенная вселенная